Привет и добро пожаловать в новую часть «Что в моей сумке». Прошло два года с момента выхода «Что в моем рюкзаке» и впервые за серию я показываю не рюкзак. Я сменил рюкзак, который носил, можно сказать, всю свою жизнь на новенькую сумку. Так что в этом видео мы эту сумку рассмотрим. Что в ней, что я каждый день беру с собой на работу, какие у меня вещи на каждый день, а также то, что не в рюкзаке, а просто с собой. А также я объясню, почему сменил свой старый добрый рюкзак на эту странную сумку. С этого, пожалуй, и начнем. Это велосипедная сумка Ортлиб Сити Комьютор. И у нее есть функция, которая вне конкуренции. Автоматическое прикрепление на багажник. Если на вашем велосипеде есть задний багажник, вы можете легко ее повесить. Также есть система быстрого отцепления, так что все просто. Но если повесили, она в полной безопасности. Причина же моего перехода на сумку состоит в том, что недавно я купил электровелосипед. И теперь, когда я не снимаю в студии, а работаю из офиса в городе, я проезжаю в день по 70 километров. И мне это нравится. Но вот езда летом с рюкзаком за плечами – это верный способ превратиться в лужу пота. С каким бы рюкзаком не ехал. И потрясна эта сумка тем, что ее можно крепить на багажник и спокойно ехать без груза на спине, что очень круто. Кроме того, она полностью водонепроницаемая, так что даже в грозу я могу не переживать за сохранность содержимого. Однако же, давайте посмотрим, что я ношу с собой на ежедневной основе. Главная характеристика этой сумки состоит в том, что представляет она из себя просто вместилище. Есть пара держателей ручек, есть пара скрытых карманов, но касательно каких-то технических особенностей, ничего такого в ней нет. Просто вместилище, которое вешается на багажник. Но при том весьма большое, и я могу вместить в него все, что мне нужно на каждый день. В этот список входит 16-дюймовый MacBook Pro. Пару лет назад я позаигрывал с ноутбуком на Windows, но заигрывал очень недолго. MacBook в плане портативности и качества сборки попросту лучше любого ноутбука на Windows, который мне попадался. Так что, хоть с настольным устройством, я все еще на Windows, но когда дело доходит до чего-то портативного, я обоими руками за Apple. Также здесь у нас 11-дюймовый iPad Pro. Часто, если я, например, иду в кофейню, я не беру ноутбук, потому что эта штука почти идеально заменяет ноутбук. Пока, конечно, не приходится монтировать. Редактировать фото или что-то в этом духе. Если я провожу исследование, я посвятил этому целое видео, то iPad идеально подходящее для этого устройства. А порой даже более подходящее, чем MacBook. Благодаря приложению под названием Comment, с которым можно выделять цветом отрывки текста в браузере и отправлять их в Notion. Также я обнаружил, что клавиатура-чехол для iPad весьма хороша. Мои руки слегка велики, поэтому какое-то время я к ней привыкал, поскольку она меньше обычной. Но я привык. И теперь печатаю с той же скоростью, что и на основной механической. Также iPad хорош из-за карандаша, с которым я могу нарисовать диаграммы, если есть нужда. Это бывает нечасто, но порой появляются идеи, к которым можно сделать зарисовку, и iPad идеальный девайс для этих целей. Дальше у нас парочка книг. Это «Случайное блуждение по Уолл-стрит» и следующая «Яма» с Эта Година. Крайне рекомендую эту книгу. К слову, я сам недавно ее перечитывал, потому что обдумывал, стоит ли бросить мне одно свое занятие. И чуть позже я сделаю полноценное обозрение этой книги, так что подписывайтесь, если вам интересно узнать мои мысли о ней. Но также вы можете сами прочитать эту книгу где-то за час, и она определенно стоит затраченного времени. Дальше у нас «Табры добрые наушники». Вообще, я сейчас в процессе тестирования новых беспроводных наушников, потому что мои верные Bose QC35 начинают умирать. А на рынке появляются новые. Эти AirPods Max. Я сейчас тестирую их. А следом буду пробовать Sony XM4 и Bose 700. По этому тесту будет целое видео, в котором я поделюсь тем, какие же я считаю лучшими. Так что вновь подписывайтесь, если хотите это увидеть. Эти очень бесят своим чехлом. Он просто идиотский. Я не понимаю. Зачем такой дизайн? Однако должен признать, что звук у них выдающийся. Так что пусть они странные, дорогие, но как претендент – достойные. И я поделюсь полноценным мнением, когда протестирую все и приму окончательное взвешенное решение. Еще о чем я сказал в прошлом видео про рюкзак, я всегда ношу с собой папку. На этой изображены Сатурн и спицы с металлическим кольцом вокруг. Не уверен, почему так. Даже если вы на 100% цифровая личность, хорошо иметь при себе папку, потому что в руки всегда могут попасть какие-то бумаги, которые нужно сохранить. Здесь у меня с древних времен валяются замеры пола для дома. Из недавнего – чеки, которые мне нужно будет позже разобрать. Так что носите с собой папку, и ваша жизнь будет лучше. Чистая бутылка для воды – всегда полезна. Обычно она лежит в велосипедном креплении для бутылки. И, наконец, зарядки. Она для макбука. О, я должен вам это показать. Не знаю, получится ли у тебя приблизить. Не помню, где я его взял, но вы можете раздобыть вот такого маленького бегемота, который вешается на конец провода. Он просто не дает проводу ломаться и перетираться. Я его получил в придачу с подарком на Рождество пару лет назад, так что не знаю, где такого достать. Но он крутой. И я хотел о нем сказать. Последняя, но не по важности, ручка. Это были вещи, которые ездят со мной в сумке каждый день. Давайте же перейдем к другой сумке, которую я тоже таскаю с собой. По сути, куда бы я ни шел, я всегда беру с собой вторую сумку. Вот такую недорогую на шнурках. Это моя тренировочная сумка. И в ней есть пара интересных вещей. Первое и основное, поскольку я занимаюсь тренером, который живет в Спрингфилде, Миссури, а я в Денвере, Колорадо, мне нужно записывать свои тренировки, чтобы потом отправить ему на оценку. И потому у меня здесь хранится крутой компактный набор, превращающийся в высокий трипод. Это свитчпод, который, кстати, сделали мои друзья Пэт Флинн и Калеб Войчик, и который входит в мой личный топ оборудования. Это типа Горилла Под, только лучше. И он в паре с селфи-палкой для камеры Инста 360, на конце которой обычное дешевое крепление до телефона, которое я купил на Амазоне. И вот берем селфи-палку, прикручиваем ее на стержень свитчпода, получаем трипод, потом эту штуку и раскладываем. Итак, когда во время тренировки мне нужно снять сет приседаний, или жима, или чего-то еще, я могу быстро собрать и быстро разобрать трипод, который укладывается в эту маленькую сумку. Также в этой маленькой сумке есть пояс для жима, который крайне полезен, если вы тренируетесь со штангой. Это с Амазона. Профитнес. Он дешевый, но с работой своей справляется. Также здесь есть бинты для запястья. Они поддерживают запястье во время жима. Так что они всегда со мной. И о существовании этих штук я не знал, пока мне тренер не сказал их купить. Можно купить вот такие полукилограммовые блины. И если ты, например, делаешь жим стоя, когда вес не прирастает, по два килограмма, с этими можно добавлять по килограмму. То есть двигаться по заданной программе, но вместе с тем постоянно расти в плане своих весов. Друзья, сейчас будет информация для тех, кто хочет постоянно развиваться и на данный момент ищет новые профессиональные направления для изучения. Образовательная платформа Skillbox обратилась к нам с просьбой рассказать о наборе на курс по изучению профессии инженера по тестированию. Вам предстоит освоить одну из самых востребованных IT-профессий, где не нужен опыт программирования. Вы научитесь искать ошибки в работе сайтов и приложений. Студенты курса могут уже трудоустроиться после четвертого месяца обучения, еще до окончания учебы. Важные особенности данного курса. Skillbox гарантирует трудоустройство после обучения. Карьерный центр осуществляет поддержку всех выпускников. Помогает составить эффективное резюме, организует собеседование в топовых компаниях, подбирает подходящие вакансии, готовит к собеседованиям и делает все возможное, чтобы студент получил оффер. В случае, если студент не находит работу, Skillbox возвращает деньги за обучение. Первый платеж через 6 месяцев обучения. Учитесь сейчас, платите потом. Три языка автотестов и программирование на выбор. Переходите по ссылке в описании для того, чтобы узнать больше о программе и зарегистрироваться на курс. Итак, у нас остается лишь ВКД. Вещи на каждый день. Есть несколько вещей, которые я всегда ношу с собой, и которые весьма интересны, поэтому их также рассмотрим. И первое – телефон. О телефонах особо нечего рассказывать, но я отмечу, что при последнем обновлении девайса мой выбор пал на iPhone 12 mini. И, по моему мнению, mini – это лучший размер айфона. Если вы не держали его в руках – попробуйте. Он очень удобно ложится в карман, и это просто самый адекватный размер телефона. Но еще круче – вот этот маленький кошелек MagSafe, который крепится к задней крышке и в котором можно носить пару карточек. А то, что лежит в этом кошельке – это, пожалуй, самая классная вещь за все видео. Эта штука называется карманный штатив. Он выглядит как кредитная карточка. Толщиной примерно с полторы карточки. Но если его раскрыть вот так, вы получите мгновенный штатив. Ставим, вставляем телефон, и можно снимать. Устанавливаем вкрепление, и включаем видео. Ну что ж, привет. И так можно в любой момент что-то записать. И я, к слову, снимал с него немного материала для обзора наушников, когда утром сидел в кофейне. Дальше у нас Airpods Pro – одна из моих самых любимых вещей. Они живут бесконечно и просто уничтожают конкурентов своим шумоподавлением, которое меня спасает, когда я еду куда-то, где не нужны большие наушники, но нужна тишина. Люблю носить их с собой. Они почти всегда у меня в кармане. Дополнительно, в кармане у меня всегда карманный нож. Обычно он в левом. Им удобно открывать коробки. Этот... Ontario Knives Red 2. Думаю, Red – это... Рэндалл Адвенчур Трейнинг. Не знаю, кто такой Рэндалл, но он делает весьма приличные ножи. Стоил нож где-то 20 баксов. Я года 4 назад купил такой в подарок на Рождество некоторым людям и взял один для себя. Отличный нож. Иногда точу его. Просто полезный инструмент. Говоря о полезных инструментах, этот на моем запястье, пожалуй, один из самых полезных. Apple Watch. Первое. Говорят мне время. Сообщают о погоде. Но еще отслеживают мои тренировки. И, как вы можете видеть, сегодняшнюю я еще не провел. А это нехорошо, потому что сейчас у нас с Брайаном из Real Engineering фитнес-состязание. Так что пойду в зал сразу после съемки, дабы не отставать. Но вдобавок к трекеру упражнений, одним кликом я могу открыть голосовые заметки. Я постоянно их записываю. Мне приходят тонны идей для роликов, и, как я сказал в недавнем видео по приложениям, встроенным заметкам, я предпочитаю Отер. Но если я, например, еду на велосипеде и не могу быстро достать телефон, я жму сюда, и в ту же секунду могу записать свои мысли, сохранить их, позже вернуться и претворить идею в видео или в песню. Или во что-либо еще. Так что это очень удобно. Итак, мы переходим к кошельку. Это кошелек от Dash. И стоит он, кажется, 20 баксов. Свой я купил на Амазоне. Классный минималистичный кошелек, в который влазит весьма много карточек. Но прежде чем я расскажу о нем, я очень хочу, чтобы Тони показал свой, потому что он, по факту, круче моего. Ну, хорошо. Фирма, от которой этот кошелек зовется, кажется, Сегрет или Секрет, не знаю, как правильно произносить. Но купил я этот кошелек в Канаде, когда ездил туда пару лет назад. Крут он тем, что хранится все в таком маленьком слоте, и когда тебе нужно достать карточки, вот здесь есть маленькая кнопка. Ты просто нажимаешь на нее, и карточки выстреливают. Классно, что вмещает слот до пяти карт. Но затем, если нужно чуть больше места, все, что нужно сделать, это открыть его, и там будет дополнительное пространство, куда можно положить деньги. Ну, и если у вас очень много карточек, дополнительные отсеки для карт. Итак, к моему кошельку, который уж точно переполнен карточками. И думаю, среди них есть пара интересных, которые я покажу. Я недавно стал использовать карту SoFi в качестве своей основной кредитной, и сделал я это, потому что они дают 2% кэшбэка, если ты покупаешь акции. Раньше я пользовался картой Квиксильвер от Capital One, на которой было 1,5%. Поэтому, пока я инвестирую, я получаю дополнительные 0,5% за каждую покупку. Так что теперь это моя основная карта. Другая и, пожалуй, более крутая карта – карта Карат. Это кредитная карта специально для креэйторов, и по ней приходит внушительный кэшбэк с путешествий и техники. Но круче всего, что я смог выграверивать маленькую ламу в очках. Прямо на карте. Они, к слову, позволяют выгравировать почти все, что ты хочешь. Так что это, наверное, моя любимая кредитка. К тому же она металлическая, и я стараюсь ее не ронять, потому что в падении она превращается в сюрикен. Последняя, но не по значимости, канадские 10 долларов, от которых мне никакого толку за тем лишь исключением, что в них спрятаны медиаторы. Вот это уж точно ВКД. Вы можете купить их в местном магазине, однако вряд ли они будут точно как мои. По крайней мере, я бы хотел, чтобы так было. Хочется же в чем-то быть уникальным. Как всегда, спасибо за просмотр. Надеюсь, в видео вы нашли что-то полезное для себя. Всегда увлекательно снимать в таком формате. Быть может, вы увидели что-то, что захотели добавить в свою сумку или ВКД. Или, быть может, у вас закралась мысль попробовать ездить на работу или в школу на велосипеде. Потому что я бы этого очень хотел. Мне хочется сподвигать людей чаще пересаживаться из машины на велосипед. В любом случае, благодарю за просмотр и увидимся в следующем ролике. До скорого.